Здравствуйте! 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 Сегодня в нашей студии охуенный, как бы достопочтенный гости из дальнего зарубежья. Здравствуйте! Да, очень приятно. Итак, прежде чем мы приступим, хотелось бы глотнуть вашу пивку. Можно? Прошу вас. Неплохой выбор. Спасибо, благодарю. Итак, хотел бы задать пару вопросов. Вы родились в Петербурге? Так точно. Это замечательно, да. В Ленинграде. В Ленинграде? Это же совершенно другой город. Так получилось, увы. Ну, ничего страшного, времена меняются. Вы знаете, что какой-то московский долбоёб, типа, не Пенкин, Пенкин крутой, какой-то московский долбоёб из старых рокеров, типа, блять, Розенбаума, хотя он вроде питерский, хочет подписать петицию о том, чтобы Петербург переименовали в Петроград. Ну, юродивых много. Серебись. Я тут читаю вопросы, которые я писал для этого великого интервью, но понимаю, что в гостях абсолютно другой человек, и эти вопросы не имеют смысла. Ну, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, мы можем поговорить на отвлечённые темы. Допустим, о музыке, в которой мы играем здесь, на Примстоне. Да, давайте расскажите, что такое вообще этот ваш Примстон и так далее. Примстон Пойнт – морской арт-центр, находящийся на станции метро Приморская в Санкт-Петербурге, объединивший под своим началом студию звукозаписи, студию по видеомонтажу, фотостудию, соответственно, репетиционные залы, отличную площадку для шашлыков, стоит заметить. Это звучит абсолютно не кисло, я бы вам сказал. И, как бы, какие надежды вы питаете к этому месту? Скоро ли оно, скоро ли о нём узнают люди? Ну, хотя это вопрос ко мне, потому что это всё-таки интервью как-никак для небезызвестный, между прочим, газеты «Мой район», селе Островского района, бесплатный, которая кидается людям в почтовые ящики, но вот у вас, может, тоже такая есть. Так, всё-таки, если отойти от темы газеты «Мой район», благодаря которой мы сегодня здесь находимся, и поговорить о насущем, на ваш взгляд, достаточно ли сильное влияние на творчество репетиционного морского арт-центра, про который вы говорили, достаточно ли влияние на него играет алкоголь? Да, давайте поговорим об этом. Безусловно, не сказал бы, что возлияние в данном случае является чем-то обязательным, но они сопутствуют всем нашим начинаниям, приводя к новым и неновым идеям. Можно сказать, что алкоголь является катализатором всего этого. Это интересная точка зрения, потому что в последнее время в средствах массовой информации мы можем видеть такие статьи, как алкоголь вместе с сатаной распяли моего ребенка, или буйствующий ад кровавого месива виски в костеле святой Екатерины, что-то такое. И, как бы, очень противоречиво ваше мнение по поводу влияния алкоголя в творчестве, какой он здесь прекрасный, как-то вызывает сомнения. Можете опровергнуть это некоторыми фактами? Во всем нужно знать меру. Мы, безусловно, знаем, что недержание в определенных влечениях, в определенных путях развития доводит до непотребств. Главное знать меру, и в таком случае мы имеем, что имеем. Это... Замечательно. Сейчас я попробую спросить что-нибудь еще, потому что я эту меру не знаю. не знаю. Я тоже. Блин, что такое? Заманно. Тут мне хочется в таком вот формате что-нибудь поделать. Можно со всеми сейчас. Сейчас Женя с Паком приедет. Можно с ними тоже. С Липопортом? Да, пойдем, конечно. Сейчас придумаем. Тоже не знаю у меня. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры был Игорь Негода. Продолжение следует...